Сегодня я получил аккумуляторы Эннелупы серые. Вот они стоят. Покупались на ebay. Доставка из Нидерландов 12 дней. Сверхбыстро я считаю. Я решил попробовать начать с разряда аккумуляторов. Они заряжены. Напряжение 1,32 вольта. Заряжались они полтора года назад. Дата выпуска 7 месяц 2020 года. А сейчас 1 месяц 2022 года. То есть полтора года они пролежали. Вот мне интересно, что они сохранили от заряда. Но при этом, конечно, неизвестно до какой степени они были заряжены там на производстве. Ну и посмотрим. Интересно, насколько они одинаковыми окажутся. Вот я сейчас первый раз запускаю режим разряда. Поехали. Ага. Надо было нажать подольше. Поехал разряд. Ток разряда 200 мА. Посмотрим. Я не буду это все показывать, чтобы не тянуть время. Ваше не отнимать. Когда закончится, я покажу финальные цифры. Сколько какой аккумулятор отдал. А пока подождем. Маленькое уточнение. Второй аккумулятор показывал меньше всех других напряжения. И я, присмотревшись к нему, обнаружил, что он у меня вот в этом в слот вставлен не совсем как-то. Отличается от других как-то бачком. Я решил его аккуратненько подправить. После этого напряжение на нем стало 1.25, как вот на всех остальных. А по последнему, четвертому, следующей ситуации, мне тоже показалось, что он стоит кривовато. И я его решил подправить. И при этом, видимо, контакт потерялся. И поэтому она его выбросила с разрядки. Пришлось его отдельно перестартовать. Пока они все шли вровень. Так что последний где-то вот на... Ну, можно сообразить на сколько. На 25, грубо говоря. Он уже отдал 25 мАч. Это просто, чтобы не забыть. И для меня тоже. Для себя, в смысле. Идут вровень пока. Вообще вровень. Ноздря в ноздрю, что называется. Смотрите, что получилось. Разрядка закончилась. Все аккумуляторы финишировали одновременно. Ну, в течение где-то двух минут максимум. Прям гасли один за другим, как елочная гирлянда. А ведь неплохо. Смотрите, все отдали по 500 мАч. Нижний, не обращайте внимания, я его прерывал на где-то на 20 мАч. Поправлял. Поправлял он плохо стоял. Даже сейчас видно, что он немножко неровно стоит. Так что они все отдали по 500. Все. С учетом того, что у них типа номинал 750, хотя я слышал о 600 на самом деле, не знаю почему. Но даже 750. И заряжены они были полтора года назад при производстве. Причем никто не знает полностью они были заряжены или нет. Мне кажется, это отлично. То есть просто аккумуляторы были вынуты из упаковки и отдали по 500 мАч. Это здорово. Это здорово. Теперь я их буду заряжать и смотреть, что будет дальше на зарядке. Пока доволен. Весьма доволен. А это результат первой зарядки. Первая зарядка. Мне кажется, что очень-очень достойна. Разница, конечно, кажется 800-900. Большая. А если посчитать проценты, вы смотрите, это где-то 5%, не больше разброса. Потому что 10% это, грубо говоря, 90%. А 870 это 30%. То есть это чуть ли не 3% вот так на скидку, если. Это вообще ни о чем разговор. Просто ни о чем разговор. Напряжение сейчас будет выравниваться на них, потому что только что закончилась зарядка. Они еще, так сказать, устаканиваются. А нижний, ну в смысле четвертый по счету, самые большие цифры, знаете, я не исключаю. Дело в том, что при разряде он плохо контактил, о чем я говорил. И я перед зарядкой его там это самое немножко покрутил в разъеме, в слоте, где он стоит. Сейчас погасло все, покрутил, чтобы получше контакт был. Может быть, это оказало свое влияние, но все равно это мизерная разница. 900 или 918, это одно и то же. В общем, одно и то же. Просто хочу еще заметить, что, к сожалению, надо что-то придумать для зарядки вот этих вот аккумуляторов, маленьких ААшек, потому что пружинки очень плохо их прижимают. Они рассчитаны на большую длину аккумуляторов, а в колпачки они плохо входят, чуть-чуть короче и не контачат внутри колпачков. Значит, надо что-то там придумывать, в общем, не знаю. Может, прокладочки какие-нибудь для мелких, заряда мелких аккумуляторов – это проблема. В общем, я довольный. Сейчас вечер у меня. Завтра с утра я сделаю разрядку. Вот уже с полной зарядки. Посмотрим, сколько отдадут. И, видимо, на этом и закончу уже. Заряжу и буду работать с ними. Мне кажется, что это достойный, вполне себе достойный аккумулятор. Рядом с теми черными они и рядом не лежали. Ну, попробуем, что будет еще дальше. Все. На сегодня все. Цикл – разряд и последующий заряд я показал. Утро следующего дня. Аккумуляторы отдохнули. И я запускаю разрядку. Так, сейчас вот только пошевелю первый. Что-то он как-то кривенько стоит. О, один из сорок сразу. Да, и этот как-то выжился. Маловатый они, маловатый. Для уверенного зажима. Вот так вот, вроде, стоят. Ладно, пускаю. Зарядились они где-то по 900 мАч. Все взяли. Посмотрим, что выдадутся. Поехали. Вот такой вот расклад. Отдали уже 700. Напомню, что номинал вроде 750. Пока держится. Ну, уже скоро финиш. Ну, в любом случае, уже хорошо. Вот чем завершилась разрядка. Финишировали опять одновременно. Буквально в течение двух минут. Ну, вот смотрите сами. Первый 7.25, остальные 7.37, 33, 36. Ну, в общем, мизерная разница. И не факт, что это из-за плохого контакта у меня в заряднике. Но это даже не стоит. Больше не буду их тренировать, потому что номинал 750. Понимаете, если при первом цикле они отдают в районе 730, то, в общем-то, уже все нормально. Нет смысла их гонять. Я доволен. Сейчас заряжу эту четверку. И все, оставлю их уже в работе, в своей. Ну, и займусь следующими четырьмя штуками. Моя довольная. Это вторая зарядка аккумулятора. Все, больше делать ничего не буду. Отдаю в работу, занимаясь другими четырьмя штуками. Думаю, будет аналогичный результат. А здесь очень красиво. Все очень-очень красиво. Думаю, будет аналогичный результат. Продолжение следует. Продолжение следует...